Рев моторов и мужчины в кожаных косухах и штанах сильно контрастировали сегодня со свадебными кортежами, расположившимися по соседству возле недавно построенного напротив парка имени первого президента Центра искусств. Любители быстрой езды и острых ощущений представили сегодня целый ряд байков различных конфигураций, от хромированных Харлеев до спортивных Судзуки. Как признаются участники мотопробега, главным врагом байкера остаются местные дороги. Небольшая ямка на асфальте может стоить байкеру здоровья и денег за поломку. Если яма более 10-15 сантиметров, это экстренная остановка и вылет, там уже может быть даже летальный исход. Но я из-за наших ям, грубо говоря, встревал на 165 тысяч на ремонт своего аппарата. По словам организаторов, подобные открытия мотосезонов в нашем городе проходят ежегодно не менее пяти лет. Сегодня байкеры – это уже не только бунтари и неформалы, но и сподвижники социальных инициатив. Каждый год они организуют республиканские мотопробеги. В этом году байкеры хотят привлечь внимание общественности к отечественному туризму, проехав от Китая до Германии. Вот у нас есть мотопробег Минэнэлим. Он по Казахстану прошел 11 тысяч километров. Теперь летом у нас будет мотопробег. Он составит стартанем из Китая, Алмата, Атырау, также через Актюбинск. Проедем по Южному Казахстану и дальше он поедет уже в сторону Германии туда. К сожалению, не все члены мотокуба могут поехать за рубеж. По Казахстану и точно стартанем. Антон Пережодин, Сергей Калашников, программа «Факт».